Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. В рамках работы Московской межведомственной комиссии в Чте прошел смотр готовности сил и средств Забайкальского края к лесопожарному периоду. В нем приняли участие представители нескольких ведомств, задействованных на борьбе с лесными пожарами и их последствиями. 12 апреля в Чте в районе поселка Кадала прошло важное для Забайкальского края событие – смотр готовности сил и средств к лесопожарному периоду. В несколько часов представители различных ведомств, МЧС, полиции, скорой помощи, гослесслужбы и других служб, задействованных в ликвидации лесных пожаров и защите населенных пунктов, показывали представителям Московской межведомственной комиссии технику, экипировку и оборудование. Вовремя приехала к нам правительственная комиссия. Конечно, и общение, и контроль – это для нас большой плюс. Мы сегодня можем на себя посмотреть со стороны, глазами тех людей, которые имеют российский опыт, которые могут нам показать недостатки. И у нас еще есть благо время на их устранение. В первую очередь важна профилактика пожаров. Именно на это и будут направлены силы всех служб. В крае учли уроки прошлого года, когда страдали населенные пункты, когда силы и средства приводились в повышенную готовность. И только ценой больших усилий удалось избежать уничтожения деревень. В мероприятии также приняли участие военизированные пожарные команды Забайкальской железной дороги, пригнавшие на смотр два специализированных поезда – пожарный и ремонтно-восстановительный. Группировка МЧС на мероприятии составила 6 единиц техники и 38 человек. Помимо работников пожарных частей, в смотре участвовали добровольные пожарные формирования города Читы и Читинского района Забайкальского края. Твердо хорошо. Это, вы знаете, могу сказать, что это хорошая цена. Потому что, ну, поймите правильно, мы все живем в одном и том же мире, и проблемы вокруг нас существуют, это проблемы комплексные. И понятно, что мы не можем их сразу решить. Все решения проблем всегда достаточно длинного перспективного планирования. Но то, что мы видим сейчас, есть возможность сравнивать, и это твердо хорошо. И я хочу сказать, что субъекту за это огромное спасибо. Приятно. В рамках мероприятия прошли показательные занятия по тушению условного пожара. Огнеборцы ликвидировали возгорание локального разлива ГСМ и штабелей древесины разными способами. Стоит отметить, что в Забайкальском крае уже начался пожароопасный сезон. И на территории всего региона запрещены несанкционированные палы и травы, которые чаще всего и являются причиной первых лесных пожаров. Александра Леонтьева, Анна Кулигина для Забанфору.